Впервые картина была представлена на 15-й выставке «Товарищество передвижников» в 1887 году и сразу же подверглась жесточайшей цензуре. Президент Императорской академии художеств Великий князь Владимир заявил, что это полотно вредно для народа. Однако Александр III оценил работу художника по достоинству и не только допустил к экспозиции, но и выкупил для собственного музея. Еще будучи юношей и совсем неопытным живописцем, Поленов загорелся идеей создать масштабное полотно религиозного содержания, наполненное драматизмом и способное вызвать у зрителя сильнейшие эмоции. Подобная мысль пришла ему в голову под впечатлением от легендарной работы Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Примечательно, что для написания задуманной картины Поленов не смог отыскать в России холст должного размера. Материал заказывался в Италии. В основу сюжета лег эпизод из Евангелия от Иоанна. Разъяренная толпа привела к Иисусу испуганную блудницу, обвиняемую в прелюбодеянии, и потребовала разрешения на побивание ее камнями. Озлобленная толпа толкает женщину в плечи, и та инстинктивно отстраняется от Христа. На ее неестественном бледном лице застыло выражение испуга и недоверия. Однако Спаситель изрек, «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Растерянные горожане долго стояли в тишине, не решаясь начать свой жестокий суд. А после просто разбрелись, кто куда, раздосадованный и обиженный. В картине Христос предстает не Богом, а человеком с огромной душой, гуманистом, противостоящим жестоким законам. Такой подход к образу вполне соответствовал духовным исканиям того времени, чтобы создать итоговую композицию, художник много путешествовал по Египту, Палестине и Сирии. Во время поездки он изучал быт и нравы местных жителей, уделяя внимание их внешности, особенностям телосложения, характерным чертам лица, мимике и жестам. Пребывание в южных краях сказалось и на палитре. Она обогатилась яркими красками, что было нетипично для передвижников, работавших в основном с темными оттенками. Задний план картины немного напоминает постановочные декорации. Это тоже не случайно. Художник часто оформлял спектакли и был одним из реформаторов театрально-декорационного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok